Девушки отдыхают Для первого лайфхака нам понадобится кусок жестяной банки. Вырезаем небольшой квадрат, складываем и вырезаем вот такую фигуру. Отрезаем лишнее и получаем два одинаковых лезвия. Скрещиваем и скрепляем концы малярным скотчем. Пробиваем отверстие шилом. Вставляем кусочек проволоки и зажимаем плоскогубцами. Берем кусочек пластилина. Кружками пластилина с двух сторон зажимаем концы. Канцелярским ножом придаем ручкам нужную форму. Проделываем отверстие по центру. Получились мини-ножницы. Несмотря на свои размеры и внешнюю хрупкость, режут они по-настоящему. С большим объемом работы они, конечно, не справятся. Но накромсать бумагу на бахрому им вполне под силу. Только действовать нужно осторожно, края лезвий очень острые. Далее берем пробку от бутылки. Срезаем узкую ножку. Красим пробку в красный. Берем булавки и двое плоскогубцев. Перекусываем булавки пополам. Крепим крохотный шарик из пластилина. Черным маркером закрашиваем верхушку. Берем зеленые помпоны. Крепим булавками к пробке. Получился кактус с забавными круглыми веточками. Втыкаем в помпоны булавки. Яркие кактусы из помпонов одновременно послужат практичной игольницей и украсят собой интерьер. А теперь нам понадобится зип-пакет. Вырезаем из полиэтилена две такие фигуры. Склеиваем заготовки универсальным клеем с двух сторон. Приклеиваем магнит. Смазываем стенки клеем. И засыпаем внутрь блестки. Крепим еще один магнит уже с другой стороны. Промазываем краешки клеем. Подворачиваем нижнюю часть. Закрываем конвертик на магниты. Декорируем золотой полубусиной. Получилась гламурная папка для мини-канцелярии. Удобный клатч защитит мягкие обложки тетрадок и добавит им чуточку блеска. Для еще одной идеи нам понадобится картон. Простым карандашом рисуем фигуру свободной формы. Вырезаем. Делаем две такие заготовки. Из белого фоамирана вырезаем фигуры такой же формы. Помещаем картонку между деталями из фоамирана. Скрепляем клеевым пистолетом. Украшаем кружочком из желтого фоамирана. Пробиваем отверстие шилом. По форме яичной заготовки вырезаем листочки. Соединяем листы и яичницу с помощью металлического колечка. С одной стороны рисуем на желтке улыбку, а с обратной – не очень довольную рожцу. Такой яркий и оригинальный блокнот будет только у тебя и привлечет внимание одноклассников. Смотрится вкусно и очень забавно. Для этого лайфхака нам понадобится обычный календарь. Разрезаем его по месяцам. Берем листики скраб бумаги. С помощью клея-карандаша приклеиваем месяц на бумагу. Проделываем то же самое с остальными месяцами года. Скрепляем листочки зажимом и проделываем ряд отверстий в верхней части. Берем кусок картона и сгибаем его вот таким образом. С помощью металлических колец цепляем к картону календарики. Для удобства используем плоскогубцы. Заклеиваем картонное основание. Получился небольшой календарь-перевертыш. Он не занимает на столе много места и им очень удобно пользоваться. Для еще одной идеи берем крышку от клея-карандаша. Берем кусочек пластилина и скатываем в длинную колбаску. Складываем вдвое и скручиваем колбаску по спирали. Далее берем кусочки белого и розового пластилина. Формируем треугольные ушки. Крепим между ними рог. Из тонких полосок пластилина лепим челку. Крепим ее к рогу. Украшаем композицией крышку от клея. Крепим глазки и круглые ноздри. Получился красивый и удобный стакан для мини-канцелярии. Симпатичный единорожек может стать забавным сувениром для подруги или одноклассницы. А сейчас расскажем, как ты можешь использовать ненужные пластиковые пипетки. Обрезаем пипетку с двух сторон. Нам понадобится только средняя часть. Через слой бумаги для выпечки запаиваем широкий край утюжком для волос. Берем фоамиран. Отмечаем диаметр пипетки. Один кружок вырезаем по разметке, а второй делаем чуть большего размера. Склеиваем кусочки. Примеряем пробку. Держится очень надежно. Пластиковую бутылочку наполняем краской. Закупориваем. Делаем много таких бутылочек и в каждую из них наливаем краску. Теперь у тебя есть целый набор тюбиков с краской для написания своего первого мини-шедевра. А чтобы почувствовать себя настоящим художником, используй наш следующий лайфхак. Нам понадобится кусок плотного картона. Простым карандашом рисуем палитру. Вырезаем по контуру. Покрываем палитру белой акриловой краской. Выдавливаем краски. Главный атрибут художника готов. Даже на такой крохотной палитре можно смешать краски до нужного оттенка. Теперь любимое занятие принесет еще больше удовольствия. А рисунки станут еще лучше и профессиональнее. Для следующего лайфхака распечатываем миниатюру обложки для нотной тетради и уменьшенной версии нотных листов. Складываем листочки пополам. Собираем по типу брошюры. Склеиваем пустые стороны листов при помощи клея карандаша. К нотным листам крепим обложку. На маленьком кусочке пластика рисуем маркером скрипичный ключ. Вырезаем. Кладем кусочек пластика в разогретую духовку. Под действием высоких температур пластик твердеет и уменьшается в размере. Берем пасту от шариковой ручки. Обрезаем. Вставляем в пасту скрипичный ключ. Трубочку для напитков обрезаем по длине ручки. Разрезаем вдоль. Помещаем ручку в розовый корпус. Обжимаем пластик. С таким набором юного композитора ты станешь первой ученицей на уроке с Альфеджио. Для следующей идеи из плотного белого картона вырезаем квадрат. Декор зависит только от твоей фантазии. Картон можно украсить четкой каллиграфией или приклеить на него полоски. Крепим зажим для бумаг. Уменьшаем в редакторе и распечатываем расписание. Цепляем картонки зажимом. Мини-дощечку для заметок крепим к пробковой доске. Расписание всегда перед глазами и в нужный момент ты можешь взять его мини-версию с собой. Очень удобно. На этот раз нам понадобятся фломастеры и пипетки. Срезаем с пипеток узкие края. Из фломастера плоскогубцами вытаскиваем стержни. Вставляем стержень в пипетку. Заклеиваем край горячим пистолетом и цепляем розовый помпончик. Колпачок закрашиваем черным маркером. Получился наборчик маленьких фломастеров. Пишут эти малютки в точности как настоящие. Для следующего лайфхака берем полоску черного фоамирана и распечатываем уменьшенную обложку ежедневника. С помощью универсального клея крепим фоамиран к обложке. Приклеиваем обложку к корешку тетради. Используем клеевой пистолет. Обрезаем лишнее. Получился очень милый миниатюрный блокнотик. Размер у него просто идеальный. В него можно записать в море нужной информации, при этом его можно вместить даже в самый маленький кармашек. А для этой поделки нам понадобится распечатанная этикетка Skittles и молния. Бумажную этикетку укрепляем широким скотчем. Хорошо разглаживаем, чтобы не было пузырьков. Складываем вдвое. Заклеиваем скотчем боковые части. Укорачиваем молнию по длине этикетки. Крепим застежку на термоклей. Получился очень стильный и вкусный пенал для миниатюрных карандашиков. С таким ярким и необычным пеналом радужное настроение тебе обеспечено. Субтитры сделал DimaTorzok Дром-дром-селект